История Великой Отечественной в экспонатах факты о подвигах героев. Для ребят из Луганской и Донецкой народных республик провели экскурсию по музейному комплексу Зои Космодемьянской. Организаторами выступили подмосковные сторонники «Единой России». Участниками мероприятия стали волонтеры, которые были задействованы в пунктах сбора гуманитарной помощи, волонтеры Подмосковья, также молодая гвардия «Единой России» Одинцовского отделения и жители Донбасса, которые сейчас находятся у нас в округе. Егор приехал вместе с мамой из города Рубежного в Луганской области. Сейчас живет в Звенигороде. Музей произвел сильное впечатление, изучать свою историю всегда интересно, признается юный экскурсант. И от самой Зои Космодемьянской я про нее очень много чего прочитал. И вообще я очень интересуюсь вот этими всеми подобными экскурсиями, как насчет войны. То есть мне это нравится. В ходе экскурсии ребята ознакомились с историческими фактами, посвященными контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. Еще одной важной частью мероприятия стало посещение планетария. Центром этой экспозиции является сферический купол, где посетители могут увидеть и короткий фильм про астероид Зои Космодемьянской. А есть такая малая планета, если кто-то не знает. 1793 Зои, он так и называется. И также увидеть интересные научно-познавательные фильмы про освоение космоса. Подобные экскурсии для детей школьного возраста проводить крайне важно, отметили организаторы. Ведь знать историю своего отечества необходимо всем гражданам своей страны. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.